Добрый-добрый-добрый день всем еще раз! У нас Na'Vi играет против Virtus.pro Polar. Все поменялось, названия меняются, составы остаются те же. Все те же Polar и просто в другой обложке. А так, в общем-то, по составу можете сами судить, это все та же команда, которая у нас не так давно, по-моему, за последние полторы недели, вообще себя равных не видит на СНГ про сцене. И в вопросах сражения с теми же Empire показали вообще феноменальный результат. По-моему, четыре последних матча были за командой Asus Polar на тот момент, теперь Virtus.pro Polar. То есть Empire у нас, на секундочку, одни из наиболее грозных на данный момент. Ну и посмотрим, посмотрим, как у нас Artstyle войдет ли все-таки в свою привычную игру. Матч против Nippo в первый показательный матч. Вот Na'Vi был испорчен. Он был испорчен, не знаю, можно ли к стриму вообще это слово употреблять, но ладно, скажу, на свой страх и риск. Был испорчен DDoS'ом. И та ситуация, когда у команд отпадают хвосты. Так вот, у команды Na'Vi хвост отпал дважды. Там Кибертурист не вывез у нас всю эту ерунду, не смог. Первый матч они додавили, второй матч против Nippo в Na'Vi слили, потому как в DDoS один, DDoS два раза. Ну и где-то минус мораль, где-то недоиграли, где-то посыпались. Хотя вроде и чуваки опытные. Надеюсь, что здесь такого не будет, хотя, по-моему, там уже школьники все приготовили свои машины для DDoS'а и будут пытаться повлиять на исход этого матча. Давайте перейдем непосредственно к пику. На данный момент у команды Natus Vincere все уже укомплектовалось. Есть Undying в пике. Это приятно видеть. Есть Дизраптор, Дроу Рейнджер и SF вместе с Квопой. Дроу Рейнджер, как я понимаю, для хвоста. Скорее всего, SF заберет себе, ну, наверное, таки Дэнди. Ну и Фанник, скорее всего, будет играть на Квопе у нас. Нет, ну, все правильно, да. Фанник забирает Квопу, Дэнди, SF, хвост на Дроу Рейнджер. Артстайл играет у нас на Undying'е и Санейка забирает себе Дизраптора. Со стороны команды VP Polar. Иллидан будет играть, конечно же, на Сларке. Лил будет на Скайросмаге. Год забирает себе Зевса. Фобос берет Магнуса для сложной. Ну и Висп еще один саппорт команды Virtus.pro Polar. По составу тут черт знает, что вообще будет. Я не знаю, чего ожидать от команд. На самом деле, состав функциональный что у одной, что у другой команды. Последний пик Дизраптора. В принципе, ломает Камбу Virtus.pro Polar полностью. При удачном статик-шторме там, в принципе, никому ничего вкастовать нельзя будет. Ну и опять же, Санейка с руками. Все великолепно, мы это прекрасно знаем. Санейка в Na'Vi, как по мне, влился очень-очень неплохо. Чуть-чуть даже получше, чем в Na'Vi влился Фобос. Который вот теперь будет доказывать, что находится он на своем месте. Ну, судя по тому, как Фобос заиграл с новой силой в составе Polarov, можно сказать, что, наверное, и не стоил этот мув перехода в Na'Vi. Потому что за Polarov Фобос отыгрывает практически безошибочно. А там с Na'Vi как-то все не так было. Да и Na'Vi, с другой стороны, не те. Это уже не тот вариант, когда забирали того же Фаника из Empire. Na'Vi были на дичайшем ходу. Команда несла всех и вся. Все-таки там только три International отгремели. На третьем Na'Vi обязаны были его выигрывать и грозных альянсов разваливать. Собственно, Na'Vi были очень мощные сами по себе. Там просто пальцем можно было поманить любого игрока. И любой бы игрок туда пошел. Ну и Фаник живой тому пример. А теперь, когда брали Фобоса в свою команду, там уже действительно хлипкая ситуация. То есть позови сейчас Na'Vi кого-то из Empire, например, того же Йоку, если бы вместо Фаника, который уходил в инактив, брали. Не думаю, что Йоку согласился бы. Потому что, ну, Na'Vi действительно немного потеряли свою игру. Вернуться, не вернуться, это уже вопрос времени. А вот то, что сейчас ситуация не самая лицеприятная для команды и не самые легкие времена, это факт. И это отмечают все, начиная от зрителей, заканчивая какими-то профессиональными аналитиками. Если бы они, конечно, были у нас в СНГ комьюнити. И, конечно же, об этом свидетельствуют нон-стоп замены в составе Na'Vi. Постоянная текучка кадров. Не могут найти свою игру. Не могут найти даже пятиигроковый состав, который не ломался бы. Но с приходом Artstyle очень хочется верить, что все поменяется. Все-таки это игрок бывалый. Да, по лавелу, конечно, по скиллу игры Artstyle послабее, но это и неудивительно, потому что Artstyle на профессиональной сцене не выступало у ее и сколько много, а все остальные команды в это время тренились. Тренились не только где-то в буткемпах, но и на чемпах. На серьезных. А где был в это время Artstyle, ну, никто вообще не знает. Последнее его появление с елками и все. А дальше Artstyle ушел в инактив. Чем он занимался? Апельсинами, киви, цитрусовыми? Понятия не имею. В любом случае, Artstyle сейчас в составе команды Na'Vi. Он кеп и его будут слушаться. Это без вопросов. Поэтому и внимание. Мое лично приковано исключительно к Artstyle. Просто хочется понять, загорится ли вообще с новой силой данный игрок. Сможет ли он сейчас восстановиться и набрать форму ту, которую набирали. Дэнди, хвост. Все время, которую поддерживали, которую набирали. Все комбинации, которые новые пробовали Na'Vi. И вольются ли в них Artstyle. И вообще вольются ли в Artstyle эти комбинации. Потому что очень и очень важная единица. Ну все. Хватит Глории тут за Artstyle. Пора перейти непосредственно к матчу. Санейка, хвост и Artstyle на нижнем лайне. Против них стоит Иллидан, сложный. И саппортит его ФНГ на Веспе. Гот у нас на мидлейне со стороны команды ВП Полар. Против него Дэнди на СФ. Ну и Лил пока что занимается здесь мультиспаунами в лесу. Это все потом будет выфармливаться, я думаю, годом. Или может даже Фобосом за счет Шоквейва. Ну что, обходят у нас Дэнди. Пытаются поймать Дэнди. Но Дэнди не так-то прост. Попробуй вообще выберись на него. Фаник на сложной. 7 на 4 у него Крипстат. 3 на 1 Магнус. Пока что Фаник чувствует себя поуверенней. Ну и опять же рейндж атаки имеется. Ай-яй-яй-яй-яй. Курьера убили. Вот он хитрый Лил. Развалил у нас Курьера. И в Курьере у нас был Боттл. Дэнди остается без Боттла на ближайшие 2 минуты. Вот это неприятность. Ну и что теперь? Теперь хоть кого-то отправляй на базу и носи Хилинг Селф. Ну что, на Арт Стайла. Выход Арт Стайл. Сам еще на кого угодно может выйти. Дэнди без Боттла. Это неприятность для команды. Нави, да, не критично, конечно. Можно эти 2 минуты перетерпеть, переждать. Но ВП тоже не дураки должны пользоваться этим моментом и всячески стараться давить Дэнди. Арт Стайл для того здесь и нужен. Чтобы через Ол Рип постоянно Дэнди держать в кондиции. А кто фармит? Арт Стайл? Или кто вообще фармит? Я не очень понимаю. А нет, Арт Стайл у нас просто пытался денайть. Мне уже показалось, что Арт Стайл фармит, а Дэнди его стоит саппортит на мидлейне. Это... В страшных снах такое не увидишь. И, кстати, был вопрос очень остро поднимался. Когда вернется Арт Стайл, будет ли Дэнди у нас стоять на мидлейне или Дэнди куда-то отправится. Арт Стайл будет стоять на центральной линии. Ну, собственно, здравый рассудок подсказывал, что Дэнди останется на мидлейне. Потому как, опять же, он тренился, он все это время играл на мидлейне. И скилл у него гораздо выше, чем у Арт Стайла. Собственно, отдавать такую важную линию. Да, с хорошими заслугами. Старому доброму Арт Стайлу было бы, конечно, почетно. И, наверное, бы и Арт Стайл мог бы отыграть у нас на мидлейне. Но то, что он слабее Дэнди на этой позиции, это факт. Это факт. И мы это видим и по самой игре. Первый врыв, по-моему, от Арт Стайла на Чене против Нипов. По-моему, 1.9 или 1.10 закончил у нас с Ваня. Поэтому можно судить, что не все в порядке, конечно. Фанник на топ лейне. 10 на 4. И Лидан перемещается на топ. В спину заходит Лил вместе с ФНГ. Сразу же врыв пошел на Фанника. Фанник под Сайленсом. Ну, и Лидан на лоу ХП здесь. Уже недалеко Арт Стайл. Том поставили, и ФНГ должны забирать. ФНГ должен с Шадоу Страйка здесь дотикать. Отпивается ФНГ. Еще один тик. Где это все? Ну, и ФНГ на лоу ХП. Назад его отправляется Нейка. Развалили у нас ФНГ. Первый фраг для команды Нави. Дальше за Лилом Арт Стайл. Пока без Дикея, но там и так справились. Забрали Лила, забрали ФНГ. Два саппорта просто на ноль разменялись. ССФ это время получал у нас от года в мидлейне. Но это все блекнет на фоне даблкила от команды Нави на топ лейне. 760 по золоту. По ХП 360 получили в этом файте. Ну, и хорошо подрались. По золоту Нави должны быть впереди. 750 и по ХП на 600. Нави тоже обгоняет своих оппонентов. 5 минут сыграно. Смотрим на вещички. У ССФа. Рейсбенд и Бутсов Спид. Дэнди пока не сильно у нас богатый. У Зевса уже есть Солы Ринг. Есть Бутсов Спид. И 600 по голде для года. Еще и, понятное дело, Боттл гуляет у нас в Курьере. Для мидера команды Виртус Про. На нижней линии хвост уже с Пауэр Трэдс. 570 на руках. Ну, и по мелочи здесь имеется. Наверное, в Рейсбенды будут у Дроу Рейнджер появляться и появляться. Дэмэдж дровки никогда не бывает лишним. В один, кстати, Фрост Эрол вкачал у нас... Вкачал Дроу Рейнджер. И сейчас мы, собственно, и будем наблюдать. Маны нет у нас у Магнуса. Убежать на СКюри никуда не получится. Здесь даже на ТП нет маны у Фобоса. Поэтому Фобос, скорее всего, отъедет у нас в Таверну. Еще один удар. И Санейка забирает третий фраг для команды Нали. Хвост получает шестой левел. И теперь беда полнейшая, наверное, будет для бедняги Магнуса. Пятый левел для Магнуса. И теперь Дроу Рейнджер сможет спамить постоянно. Просто через Фрост Эрол без ХП вообще оставлять у нас Магнуса на сложной линии. ФНГ готов бы ворваться. Ворваться не в кого. Фанник пока не подставляется. Близко не подходит. Играет очень и очень саевого. Под инвизом год. Арт стайл, если что, недалеко. Забрать просто так Глеба не получится. Это точно. Соло рип есть. Тамба вторая есть. Там только драка начнется. С реакцией все в порядке. У андайинга в прошлом файте мы это уже видели. Врывается у нас кто? Никто никуда не врывается. Фанник у нас сделал блинкаут из файта. Я подумал, что Фанник уже вперед пошел. Ну и пока там год топчется. Дэнди в принципе фармит. Аквилла у него уже есть. Боттл есть. Бутс оф спид тоже для мидера команды Нави имеется. Года прочекали. Год тут по двордом пробежал. Ну опять же инвис уже с него спал. Бедняга Фобос. Замучили. Так, у нас на лоу хп здесь Элидан. Фанник без Соник Вейва чуть-чуть совсем остается. Если бы сейчас тикнуло бы. Просто убейте одного крипа. Шестой левел есть для Фаника. Можно врываться в Элидана. Дальше побежали за Лилом. Ой, Лил не туда повернул. Бедный Лил. Но здесь должны его убирать Фобос. Реверс полярити по двоим. На лоу хп Фанник. Фанник развалился. Артстайл через Сол Рив. Дикей по двоим. Вы должны убивать еще один удар. И Лил забирает этот фраг. Два в ноль. Нави просто подарили два бесплатных фрага команде Виртус Про. Да, развели конечно на ульты. Но понимаете прекрасно. На ранних лвлах эти фраги более чем важны. И РП тут можно тратить хоть даже в одного. Хвост в это время забирает Т1 на нижнем лайне. Давайте на фарм. Переключимся по Крепстату. Вы видите первые два места за командой Нави. По фрагам они тоже выигрывают. Гот. А Гот здесь, кстати, может и не уйти никуда. Фанник со спины в Готах. Хвост в бок. И Санейка еле-еле остался живым. Возле Рошана 9 хп улетает на базу. 4 в 2. Фраг тоже в принципе бесплатный. Для команды Нави достался. Никого сильно... Ну кроме Санейка. Никого сильно там не побили. Но Санейкой и так надо было на базу идти. Там не маны проблемно. И хп было проблемно для Дизраптора. Ну и в итоге Нави должны по золоту себя чувствовать просто великолепно. 3000 они уже выигрывают по голде. По экспириенсу 2 с копейками тоже в пользу команды Натус Винцер. Давайте на Нетворс глянем. 4200 Денди. 4200 также хвост. И 300 год. Первое место в команде Виртус Про. И третье место на карте вообще. У Фобоса 2700. Нави начинают тут просто как пимпы себя чувствовать. Сейчас Денди уже себе какой-нибудь розовый Кадиллак может купить. По золоту он лучше всех. Идет. Уже есть Хедреска. Ну и скорее всего... Ну а что скорее всего? Есть Хедреска. Покупай Мекку. Какие вообще... Какие еще есть варианты развития? Денди уже не так сильно боится здесь года. В принципе Боттл есть. Курьера никто не убивает. Денди должен чувствовать себя более-менее комфортно. Ой-ой-ой. Нет. Нет-нет-нет. Это не то, что я думаю. И наверное... ФНГ нажимает еще раз на паузу. Скайросмак отвалился. Что такое? Нави поставили зеркало и весь Додос, который летит в них, перелетает теперь на команду Virtus.pro. Что творится? Ну вроде как просто лаги. Надеюсь, что эти лаги не станут критичными для команды Virtus.pro Polar. Давайте пробежимся по игрокам и по артефактам. У Queen of Pain, на которой играет Funning Bottle, есть. До ПТ остается еще 350. У Undying ничего в принципе нет. Но у Boots of Speed есть. Это уже неплохо. Ну где-то Brasser себе может приобрести от Style. Наверное, не будет лишним. Да и, скорее всего, покупка барабанов тоже не будет лишней для капитана команды Na'Vi. На мидлейне Dendy с Headdress, есть ПТ, есть Ring of Aquila, есть Bottle для SF. У Хвоста уже есть Mordip Mask, есть Power Threads. Ну, кстати, Raceband не стали появляться для дровки. Ограничился одним-единственным в составе Ring of Aquila. Наверное, я думаю, Хвост, скорее всего, пойдет в Mom. Парень еще тот, поэтому драться нон-стоп будет Хвост. И бить лучше всего быстрее и сильнее. Ну и у Санейка почти. Есть шестой левел, есть Arcane Boots. Ну и постепенный выход в урну. Хотя еще собирать и собирать. Со стороны команды Virtus.pro Polar. У Года уже есть Soul Ring, есть Arcane Boots, Bottle. Ну и в дальнейшем посмотрим, то ли это Bloodstone будет, то ли это Аганим. Хотя, кстати, Аганимов очень давно уже не видел на Зевсах. Все как-то в Bloodstone, Refresh Orb и поехали. У Скаря с мага один Boots of Speed. Возвращается Лил с возвращением его у Магнуса. 1200 на руках, готовится выйти в Даггер. Есть Arcane Boots и Stout Shield для Фобоса. Ну и Иллидан, важная фигура в составе команды Virtus.pro Polar. Пока что только ПТ и 320 на руках. Есть вспомогательные артефакты, но они не суть как важны. ФНГ мы видели, у ФНГ есть Bottle и это уже великолепно. Веспу главное Bottle, а там если урну в Shadow будет, хотя бы минутик 25, то неплохо. Но у ФНГ вроде бы сейчас все в порядке, всего лишь одна смерть у саппорта команды ВП. Игра возобновилась. Возвращаемся в баталии на нашей карте. Три игрока команды Virtus.pro Polar на топ-лейне. Иллидана видят и неудачный Static Storm у нас от Санейка. Tombstone ставит у нас Artstyle, быстрее в Static Storm спасаться. Фобос, РП по троим. Санейка на лоу ХП, Artstyle на лоу ХП. Фаник вообще без ХП. Тамбу тоже забрали. Virtus.pro Polar сейчас 3 миллиона долларов. Просто выиграли в этом файте. Или сколько там, я не знаю. По золоту давайте посмотрим. Полторы тысячи заработали сами. Две тысячи по ХП. Ну капнуло так капнуло. Команде ВП Polar понятно ради чего терпели. По графикам сейчас где-то до полторы и свалится преимущество новей. А по ХП где-то до тысячи, как мне кажется. Подрались просто обалденно. И очень вовремя оказался Магнус. Без даггера, без ничего. Просто въехал на скьюере. Собрал вокруг себя всех. Шоквейв четвертого левела. Ну и навям хватило с головой. У ФНГ появляется Урну в Шадоуз. У Иллидана появляется Рейсбенд. И в принципе Аквила тоже для Иллидана практически готова. Кто там еще в файте участвовал? Год не участвовал. Год пока на мидлейне у нас занимался весельем. 4-5. По золоту Нави тем не менее 2000 впереди. По экспириенсу 1800 тоже опережает своих оппонентов. Причем врыв кстати от Фобоса такой забавный был. Прям захейтил как только мог команду Нави. Я не знаю, с ноги дверь открыл, забежал и типа ребята я ключи там забыл. Или я телефон забыл. И троих попутно еще забрал в составе команды Нави. Ну то о чем я говорил. Игра очень складна получается у Фобоса в составе Virtus.pro.polar. Это его коллектив. И ничего с этим не поделаешь. Это как Дэнди взять и отдать каким-нибудь, я не знаю кому, Ньюби или IG. Да, Дэнди сам по себе хороший. Дэнди отлично стоит на мидлейне. И он наверное топ 10 мидеров в мире. Как по мне. Да, да, да. Именно топ 10. И это еще при хорошем раскладе. При хорошей игре от Дэнди. Дэнди давно уже не топ 1, не топ 2, не топ 3. Я практически уверен в этом. И последний Интернешнл это показал. Но тем не менее, Дэнди хорош сам по себе как мидер. И если Дэнди отдать в какой-то другой коллектив, вряд ли он заиграет так же... Ну так же хорошо и складно, как он играет в Нави. Потому что его команда, ну и Фобоса явно его команда ВП пола. Хвоста... А что с Хвостом случилось? Куда ты? Хвост просто сделал ТП-аут. Ну Санейка здесь разменяли на пустоту. Вообще Зевса справляется у нас в таверну. Фаник, Соник Вейв по Лилу. Лил скорее всего здесь умрет. Отомстили за одного саппорта. За одного саппорта забрали троих игроков Нави. Троих игроков команды Virtus.pro. Ну в итоге 940 в файте зарабатывает Нави. И по экспе 2,5. Иллидан просто бежать отсюда. Иллидан тоже неимоверно хорош на данном герое. Сларк для Иллидана прям как влитой ложится все время. Есть небольшие опасения, что этот Сларк в конце игры Нави может просто разорвать. Но пока что контрят неплохо. 0-0. У Сларка против Эмпайра он на 13 минуте по-моему 6 или 7-0 шел уже. Здесь вроде 0-0. Артстайл проезжал ульту. Томп Стоун стараются хилить. Но тамбу в итоге разваливают. За Иллиданом Иллидан бежать отсюда. Через Shadow Dance быстрее из файта. Возвращает у нас Иллидана. Иллидан прыгает на клип. Mystic Flair под ноги Дэнди на лоу хп. Пока что один хвост. Больше всех просел. Хвост теряет Аегис. Дальше драться с ФНГ. С Иллидана развалили. Фаник разваливает ФНГ. Пока что 2 в 2 файт. Артстайл на лоу хп. Голуби в него залетают. Стики спасают задницу Артстайла. Три игрока команды ВП Полара убегают. Года возвращает назад. И хвост должен убивать года. Ну и Шоквейв. Встречный Шоквейв от Фобоса. Еще один приветик. От бывшего тиммейта подрались 3 в 3. Еще и потерянные Аегис от Дроу Рейнджер. В итоге 4 в 3. Ну и ВП оказались в плюсе. Полторы тысячи они зарабатывают здесь. По золоту и по экспириенсу 4400 тоже для Виртус Про Полар. Ну и Артстайл на дичайших вообще соплях у нас убегает. Если бы здесь какой-нибудь Клокверк был. Я думаю Артстайл не дошел бы до собственной базы. Зевс у нас в таверне. И ульта не будет 40 секунд. Нормально так Кэп отработал. В любом случае остался жив. Не подарился. Как это сделал Хвост. Хвост немножко переусердствовал. И подставился под Шоквейв от Магнусом. Этого можно было бы реально не делать. Там был Статик Шторм. Который Зевса и так бы с земли стер. С лица земли. И было чем бить помимо Хвоста. Ну Хвост захотел к рукам прибрать данный фраг. За что поплатился. Магнус у нас забрал мейнкерри команды Нави. Ладно это в прошлом. А сейчас у нас на повестке 6000 по золоту в пользу Нави. И по экспириенсу почти к пятерке тоже приближается команда Нави. По артефактам у Дэнди уже есть Мека. Остается 250 до Иула. Сейчас в принципе уже все будет. На 15 минуте Дэнди очень классно себя чувствует. Ну и опять же он первый по Нетворцу в 8500. Для мидера команды Нави. На втором месте идет Хвост. У него 7800. Есть уже Яша. Огр Клаб появляется. Ну скорее всего будет выход не в Сэнджин Яшу. А в БКБ. Для Хвоста Мом есть. Яша, Ринкуф Аквилла, Пауэр Трэдс. Мы все это видели. У Фаника. У Фаника беда небольшая конечно по фарму. Фаник у нас на четвертом месте. С другой стороны не так уж и плохо. Мейнкерри команды Virtus.pro.puller на 6 позиции. Фаник вообще молодец. На фоне Иллидана Фаник великолепно себя чувствует. Проигрывает немного совсем Фобосу. Магнус у нас топнетворс в составе команды Virtus.pro.puller. И это печальный звонок для команды ВП. Потому что должен-то быть там Иллидан. Вроде как он у нас в порядке. И мидер команды ВП.puller тоже всего лишь на пятой позиции. Нави забирают Т1 на мидлейне. Самый смелый пошел дальше. Ну и Хвост одумался, вернулся. Хвост все-таки в Сен-Жин-Яшу идет. Есть Огр Клаб в Стэше. Ну и Белт оф Стрэндж уже Курьер таскает за собой. Хвост сейчас будет в Сен-Жин-Яшу. Потом, наверное, будем думать о Блэкингбаре. РП от Фобоса. Фаника очень быстро разваливают. Не пожалели два ульта. Че жалеть? Магнус увидел цель. Прожал одну единственную кнопку. А дальше все вопросы решил наслил. Через Мистик Флэйр, через Риверс Полярити. 10-10 становится счет. Но и опять же, это в принципе неплохой размен. Потерять, точнее не потерять, а потратить. Парочку ультов, но заработать 1000 экспы и 700 по голде, почему бы нет? Хоть каждый раз так можно размениваться. 40 минут поиграешь и от соперника вообще ничего не останется. У СФа уже есть ЕУ, есть Мека и Дэнди приобретает себе Огр Клаб. Готовится, скорее всего, выйти в БКБ. У Хвоста уже есть Сенжин Яша. Это все после Мома, после Аквилы, после ПТ. Да и у Хвоста с руки 230. Аура в 4 вкачана. Гаст в 2. Фрост Эролс в 1. Ну и второй ульт для Хвоста тоже есть. Нави давят. Нави диктуют условия файта дальнейшего, поэтому ВП наверняка будут играть от обороны. Если Нави не будут подставляться, так как они делали, вот как Фанник, например, сделал здесь сейчас на руне, то в принципе могут додавить вполне уверенно, но и не так долго надо здесь давить с демеджем, который есть у Дроу Рейнджер. Да и у всех рейнджевиков, у Дэнди и у Фанника, благодаря Дроу Рейнджер, товара будут сыпаться просто как бумажные. Можно идти на Т2 на топе, можно идти на Т2 на нижнем лайне, а можно, как делает Нави, остаться на мидлейне. И слиться в пятером, отправиться в таверну, подарить ВП шанс. А то что это за игра, никакой интриги. На хайграунд заходить на 18-й минуте, наверное, не по шансам. Я не думаю, что Нави стоит злоупотреблять слабостью команды Виртус Прополар, потому что один раз уже Фаннику рассказали, кто есть кто. 10-10 счет, по фрагам все ровненько, а вот по золоту Нави на 8000 опережают своих оппонентов, по экспе на 4. У Фанника уже есть рецепт на БКБ, у Горклаб есть, и чуть меньше 1000 остается Фаннику на приобретение Митрилхаммера. У Хвоста после Сэнджин Яши 1200 на руках. У Артстайла скоро появится Пайп, совсем чуть-чуть до рецепта осталось, уже есть Худ, уже есть Хедреска. Кого пропустили? Дэнди не пропустили, таких ребят не пропускаем. Артстайл, Фанник, Глеб, Дизраптор, у Санейка есть Аркан Буцы, есть Урнов Шадоу, все, пока что хватит, там, если будет Аганим, будет великолепно. Не будет Аганима, и так неплохо. Со стороны ВП Полар мы видели саппортов, давайте посмотрим на мейнкерри, вот они мейнкерри, у них ПТ и у них Рингов Аквила. Иллидан просто несчастно выглядит на данный момент, Иллидана будут стараться поймать здесь. Уже сюда пошел ТП от Артстайла. Иллидан вместе с ФНГ решил подраться, Соник Вейв по троим, под статик штормом. И закрыты у нас игроки команды ВП Полар, втроем разваливаются ФНГ на лоу ХП, ТП Аут отсюда делает. Артстайла разменяли на четверых игроков, здесь еще и убили, кого убили? Зевс, Зевс у нас заденайл, сам себя можно считать за фраг. В итоге, 1480 зарабатывает Нави в этом файте по золоту и 3600 поднимают по экспириенсу. Иллидан просто бедный, он смотрится не очень хорошо, он смотрится, наверное, на одном из своих лучших героев. Реализация Сларка от Иллидана такая, что всем игрокам можно поучиться. Здесь его просто-напросто контрят, он по фарму на шестом месте, его опередили все, кто только мог в составе Нави. Майнкерри, который на шестом месте по Нетворсу, который в два раза проигрывает Дэнди, и это самая печальная печаль. Так, а где-где рецепт на пайп? Нет, здесь у нас только БКБшками торгует Курьер. БКБ для Фаника и БКБ для Дэнди. В принципе, все готово. Что теперь будет с командой ВП в файтах? У меня вообще дичайшие вопросы. Там один статик шторм под ноги и Кенетик Филд от Санейка решил половину вопросов. Но когда пятым пиком зашел Дисраптор, просто как свежим ветром вообще повеяло в пике команды Нави. Потому что было много вопросов по тому же андаингу у меня, по этому надоевшему СФу. Но СФ это всегда, конечно, хорошо, но просто что он надоел немного. Когда появился Дисраптор, стало понятно, что команда ВП может вообще ничего не сделать на карте при удачном файте от Нави. А сейчас есть еще и перефарм от Нави. Географически они должны рано или поздно задавить ВП Полар. Просто перейти на половину карты команды ВП и всю вот эту территорию, внимание на мини-мэп, забрать себе для фарма. Там, что останется ВП, просто крохи собирать под собственным хайграундом. Сильно так не нафармишь. Ну и сейчас, вы видите, динамика в пользу команды Нави. 10 с копейками выигрывает по золоту, по экспириенсу 7500. Ну, графики, в принципе, ползут вверх-вверх и еще раз вверх. Все выше и выше и выше. У Сларка появляется БКБ. Дэмэджа данный артефакт практически не прибавляет, выживаемости дает. Да, это хорошо, но... Когда у Сларка появится дэмэдж, пока что непонятно. Тут хотя бы выживать. 1-2 идет Элидан, 3 асиста у него есть. Но по Нетворсу, как был в заднице, так и остается. Всего лишь пятое место. Дэндим максимально идет в сейв самого себя. И это стандартный СФ для европейской, азиатской, китайской, американской, любой доты. Это СФ, который будет выживать. Ему главное вкастовать Requiem of Soul. Сюда приобретается в дальнейшем АФ Скади, чтобы просто статов себе набрать. Ну, а с руки СФ в любом случае бьет неплохо. Да, он не самый такой серьезный дамажащий СФ, как было раньше. Дезоляторы, дайдалусы. Все это, в принципе, давным-давно в прошлом. Но выживать может, раскастовать может, дэмэдж порезать всем может. И дамагу нанести за счет Requiem of Soul. ХП много, живучести тоже достаточно. Да и контроль неплохой за счет Юла. И обычно даггер здесь есть. Такие нынче СФ, они больше не супер-убийцы, не супер-терминаторы, которые идут и просто одного за другим сносят с руки. Они тут больше такие полу-семи-керри получаются СФ. Че, опять же, Мекки и все остальное. Иллидана ловят здесь. В Kinetic Field уперся Иллидан. Ну и упрыгивает. Если что, есть Shadow Dance. Ну, от греха подальше Иллидан у нас на ТП отправляется к своей команде. Совсем чуть-чуть остается Дорошана. Вообще ничего не остается. Роха появляется у нас и, скорее всего, команда Na'Vi должна об этом знать. БКБ есть у Хвоста. БКБ есть у Фаника. БКБ есть у СФ. Если успеет дать ульт Готэ, это хорошо. Вот что Магнус успеет дать ульт до РП, в это слабо верится. Хотя надо, очень надо. К команде Virtus.pro Polar надо переворачивать катку. Пока что Na'Vi давят и давят очень уверенно. По-прежнему 12 тысяч Na'Vi по золоту, по экспириенсу к восьмерке тоже приближаются на Тосвинсер. Фобос. Пошла ульта у нас от Фобоса по одному хвосту. Хвост. Врубает БКБ и бедная команда ВП. Развалили Фобоса, поставили Томпсон. Иллидан здесь ковыряет хвоста. Забирают также ФНГ, забирают Лила год на лоу ХП. Года забирают и один Иллидан отсюда убегает. Не знаю далеко ли. Хвост с Иллиданом сраться просто под собственным секретшопом. И в итоге это Тим Вайп от команды Na'Vi. Триплкил от Фаника. Все здесь получили экспу. Все получили деньги. Хвост, который умер в принципе единственным, но последним вообще. Во всем файте тоже получил кучу денег и экспы. И Na'Vi заходят на хайграунд. Просто как короли. Заходят на хайграунд, ломают. У нас Т3 байбеки у команды ВП Полар не имеются. А нет, имеются. Нет, не имеются. Все, байбеков у команды ВП Полар нет вообще. Ни у кого. А вот у Na'Vi у всех есть байбек. Правда он им нафиг не нужен, но тем не менее. Ну что, ФНГ и Год. Врываются у нас на Дэнди. Дэнди поднимают ветра. Через сам себя, точнее, поднимают. Через Сол и Ри пытались подхилить. В итоге развалился Дэнди. Томпсон стоит. Год на лоу ХП. Фанник дальше за ним. Урн Пайп на всех висит. Фанник на лоу ХП. ТП аут отсюда. Лила должны разваливать. Фанник живет. Потеряли только СФ. Появляется у нас уже Дроу Рейнджер. Быстрее на Т2, собственно. Но здесь могут и развалить на Вейта. Артстайл просто на мужике. Бегает у нас под собственное тамбой. ТП аут. И все у него получится. Ну что в итоге? В итоге куча байбеков от команды ВП. Те, кому и показалось, что нет байбека. А байбек как раз это сделали. Это был Год. Это был ФНГ. Сделали байбек. Отправились в таверну. Файт вообще не то, что не идеальный. Отвратительный для команды ВП Полар по показателям. Хвост на Роху выходит. И Лидан готов, наверное, ворваться. Не знаю. Себе, возможно, дороже. Есть РП, если что, у Магнуса. Падает Рошан. Магнус не успевает. В итоге хвост забирает Эггис. Его, в принципе, первого хейтят здесь. Поэтому дровки лучше бы выживать. Ну что, по золоту Нави только поднялись. У Нави все, в принципе, в порядке. 18 тысяч по голде. По экспириенсу выигрывают 14 тысяч. Снесли Т3. Сильно попилили бараки. Что рейнджовые, то ими лишние. Может быть, как-то стоило, конечно, на одном сконцентрироваться. И хотя бы минус один барак сделать. Ну, что есть, то есть. 26 минут. По золоту вы видели. Нави очень сильно опережают своих оппонентов. ОСФ от 2700 на руках. Дэнди уже припитает себе плейтмейл. Ну, в кирасу отправляется он ССФ. Ну, вот он. Большая горящая мамочка для всей команды Нави. Кираса для всех. Мека для всех. Юл тоже тут и поймать, и подсейвить. ССФ давным-давно перестал заниматься тем, что вообще все привыкли видеть от ССФ. Он тут универсальный абсолютно. Не очень хорошо дамажащий, но при этом... Шива, да ладно! Дэнди, да что ж такое, а? Только сказал было, что там Кираса нету. Дэнди появляется Шива. Решили вообще здесь Ауеза развалить всех и вся. Артстайл. Произвал пайп. Пошли пилить бараки. Внешних товаров нет. Можно смело перемещаться на мидлейн. Поймали у нас Года на мидлейне. Год денается. Еще нет аганима у нас у Санейка. Хвост под БКБ. Развалили Года. Убили также Лила. Год байбекается. Еще решили подраться. Я думаю, что Нави на секунду отойдут. Что тут по ультам? Ульт есть у нас у СФ. Ульт также есть у Квапы. Все, в принципе, пока что у нас Артстайл без собственного ульта. Фобос на Скьюри. В никуда вообще отъезжает. Сбивает у нас Аеги с хвосту. Хвост сейчас поднимется. И бедная команда ВП Полар. Хвост по тавру. Т3 трещит по швам. Готовы драться дальше. Где же Нави? Так заходите. Пилите бараки. Фобос БКБ. РП по троим. Ну и на лоу ХП Фобос увести никого не успеет. Хотя надамажили очень-очень серьезно. Убили в итоге Артстайла. Развалили у нас Фобоса. Скорее всего, Года тоже отправят в таверну. Под хвостами Стик Флеер. Хвоста убивают два раза. Один раз сбили Аегис. Второй раз убили. На этот раз уже насмерть. Ну и... Андайинг у нас байбекнулся. Зачем? Правда непонятно. Артстайл думал, будет продолжение. Нет. Танцы закончились. Команды разошлись все в свою сторону. Еще и по золоту выиграли здесь ВП. 1300 в их пользу. И по экспе они 1500 в этом файте заработали. С приходом Артстайла и возвращением Фаника тут вообще черти что начало твориться в составе Na'Vi. Это черти что, я бы сказал, приятно, конечно, наблюдать мне как зрителю. Да и вам показывать. Вот Клапа, например, собирается у нас в Йолнир. Такая у нас сборка на Квин оф Пейн. У Дэнди появилась Шива. Шива на SF не знаю что сказать. Да, наверное, хорошо, потому что Na'Vi выигрывает. Действительно, хорошо все, что хорошо кончается. И пока что Na'Vi давят, давят и еще раз давят. И артефакты, которые у них появляются, хуже им не делают. Но, тем не менее, если бы мне сказали, что на SF надо собирать Шиву, я бы немножко удивился. Ну и на Квапу первым и единственным пока что артефактом на дэмэдж покупается Мьолнир на Фанике. То есть это не Хекс, это не Оркит, это Мьолнир. Что это означает? Я даже не знаю, что это в итоге означает. Ну, скорее всего, впитывать в себя дамагу будет Артстайл. И Мьолнир будет вешаться на него. Артстайл у нас просто элементарно пешком избежал Мистик Флеера. Фобос за Артстайлом. Артстайл еще и от Скьюера уворачивается. Уворачивается от Шок Вейва. Ты еще от РП увернись. Артстайл у нас на лоу ХП, но живет. Иллидана должны здесь разваливать. Шадоу Дэнс входит. Иллидан Артстайл просто как Терминатор. Дальше за Фобосом. Дикей провязал и живет. 200 ХП у него. Сол Рип. Надо юзать Артстайлу, быстрее выхиливаться. Это какое-то просто маленькое чудо творит здесь капитан команды Нави. От всего чего только можно было со стороны Фобоса. Увернулся Артстайл. РП Фобос не провязал. Но мне кажется Артстайл и в него бы не смог вступить. Иллидана будут разваливать. Шадоу Дэнса нет достаточно долго. Иллидан отходит. РП по хвосту. Хвоста на хайграунд. Хвост начинает настреливать. Сначала по Иллидану. Теперь за Фобосом. Еще один удар. Фобос был бы мертвый. У Фобоса 20 ХП. Команда Нави теряет только Санейка. Саппорта, который все, что надо было вкастовать, вкастовал. Ну и я думаю, что здесь начало конца для команды ВП Полар. Нави сейчас отойдут. Скорее всего правильно сделают. Надо немного поправить ситуацию по здоровью. Но то, что заработали они в данном файте тьму тьмущую. Я думаю, в этом никто не сомневается. 23 тысячи по золоту Нави выигрывают сейчас. По ХП 17. Ну и ВП Полар мне казались очень грозными. А то, что Нави сделали со своим оппонентом, то, во что они превратили Иллидана. Это правда. Сларк просто у нас вообще беззащитная и бесполезная лягушка. Ничего толком Иллидан сделать не может. Санейка просто вообще на одинокого подошел. Поставил Тауэр на хайграунд. Как будто никто не видел. Ну и здесь сразу же Тауэр разбили. Понятно, что Санейка непросто понюхать хайграунд подошел. Что-то там где-то нашкодил. Ну и Тауэр... Ой, Тауэр Вард сразу же разломали. Нави готовы заходить по последней линии. Третья линия, которая единственная живая на хайграунде команды ВП. Провязали Пайп, Артстайл. Томб на хайграунд. Сразу же под Тауэр. Артстайл вообще никого не бьет. Он просто стоит и издевается над командой ВП. На Фобоса пошел Артстайл. Под ноги Статик Шторм. Кинетик Филд. Туда же ФНГ возвращают. Все под ульту Дэнди попадают в составе команды ВП. Ну и все. И Тауэра падают. ВП просто не могут подойти. Здесь радиация, атомная война. И Нави... Нави как в лучшие времена здесь разрывают фактически команду ВП. ВП постоянное давление. 32 минуты просто на одном дыхании. Пролетели. Может потому что я нон-стоп орал. Может потому что игра была интересная. Это уже собственно попозже станет ясно. Ну что, поздравляем Нави. Они двигаются дальше по сетке Венеров. И в сетке Венеров они встречаются с командой Эмпайр. Дальше у нас на повестке, как я понимаю, сетка Лузеров. Хэеры будут играть против команды Виртус Про. Потому что у нас сегодня весь день вплоть до конца должен данный СНГ турнир закончиться. Ну что, ждем. Пока что не переключаемся. Сейчас все новости появятся у нас в группе ВКонтакте. Все появится у нас на Твиче. И не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Для вас комментирует друг. Это студия Игрокам ТВ. Пока что не переключайтесь. Заставка музыка. Первая информация о времени проведения матчей нижней сетки появится сразу же на нашем канале. До скорой связи. Субтитры сделал DimaTorzok